Яркий, динамичный матч в рамках хоккейного турнира «Русская классика» собрал спортсменов и болельщиков команд главы Одинцовского округа «Армады» и МГИМО «Дипломат». В схватке за победу сошлись опыт и студенчество. Мы студенческая команда, соответственно, у нас в команде тоже люди, которые поиграли, были профессионалами, поиграли в молодежных хоккейных лигах, высших хоккейных лигах. У кого-то были контракты с КХЛ, кто-то поиграл за океаном, поиграл в АХЛ, в разных лигах Квебека и так далее. Разминка, раскатка и вот уже хоккеисты, набирая скорость, коньками звучно режут лед. Спортсмены врываются в зону и атакуют ворота противника. В начале первого периода преимущество было за дипломатами – 0-3. Однако уже к его завершению «Армаде» удалось сравнять счет – 3-3. Во втором периоде матча «Армада» уверенно вырвалась вперед – 8-3. А в третьем и вовсе закрепила успех. Итоговый счет встречи – 11-7. Благодарность организаторам и ребятам, которые против нас играли. Никаких травм, никаких таких зацепок, никаких жестких амбиций. Все в пределах дружбы, в пределах соперничества. Вообще все здорово. Лед прекрасный. Вообще русская классика – это основополагающая в принципе хоккея. В рамках турнира «Армада» уже провела две игры. В Звенигороде команда, капитаном которой является глава Одинцовского округа, сразилась со Спартаком, а в Одинцове – с Олимпом. Обе хоккейные баталии также завершились в пользу «Армады». По итогам встречи Андрей Иванов поблагодарил игроков обеих команд за красивую и высокопрофессиональную игру. Елена Краева, телекомпания Одинцова.